Довелось мне выступать, сейчас такая больная тема, в инфекционной больнице. Там после работала моя хорошая знакомая, врач-эпидемиолог, которая сейчас меня по телефону стращает ковидом со страшной силой. Я не поддаюсь. И значит, у них был какой-то юбилей. Ну, а я тогда занимался в Народном театре, и нас позвали тогда еще, наверное, даже в 1985 году. Ну, может быть, где-то позже, меньше. Ну, так. И позвали нас туда, несколько человек из театра. Я там читал стихи какие-то, рассказы какие-то, тоже на гитаре там песни играл. Они же сами себя веселят, эти медсестры, санитарки. Придумали они показ мод. Вот, и, значит, ходят там по подиуму. Вдруг ведущий этого мероприятия подходит ко мне. Говорит, молодой человек, помогите нашим моделям, продефилируйте ему. Ну, ребят, 30 лет нету, и тут молодые эти все санитарки в таких разных таких одеяниях, ну, крыша снесла, хожу как глухарь, ничего не слышу, ничего не вижу. Да, все так. И где-то уже через какое-то время стали извне до меня слухи, ну, звуки доходить. И я услышал, как ведущий этого мероприятия, и говорит такую фразу. Рядом с женщиной в таком платье любой мужчина может чувствовать себя Аполлоном. И я про себя подумал, вот она меня сажает. Вот точно сажает она меня, но я был тугодом, и я сейчас тугодом. Вот, и сразу я не нашел, что ответить. А потом, через некоторое время уже, лет, наверное, через 15-20, это вот как раз врач-эпидемиолог, она мне звонит и говорит, Сереж, а я что-то на кухне делал, я не помню. Вот она говорит, Сереж, а ты, говорит, в курсе, что скоро 8 марта? Я говорю, ну что, ну придумай что-нибудь, поздравь женщину-то с 8 мартом-то. Я говорю, хорошо. Во-первых, я ей придумал, я не знаю, как называется, эпиграмма, не эпиграмма. Микробов и бацилл богиня, о, эпидемиологиня, я рот разину, как разиня, когда уронишь ты глагол не о моей гипертонии, а по типичной пневмонии. Тут все окрестные лети и начнут писать себе под стол. Вот, она меня тогда еще пугала. Вот я уже, знаете, вот я вспоминаю вот эту историю, бред ковидную. Ну, сколько лет начиналось все с безобидной этой, с ремонтами, по-моему. И потом все страшнее и страшнее придумывалось. Ну, давайте не будем, да? Она говорит, давай 8 марта напиши что-нибудь. Я придумал. Я про себя скажу. Мужчина, ты что-то в этой жизни смог. Но вера не в отца и сына, лишь женщина на свете бог. В пулу противопорства мнений, кристаллизуется ответ. Сквозь мрак вопросов и сомнений, лишь женщина на свете свет. Кровь, разрывающие вены и сердце рвущееся ввысь, кричат о том, что сокровенно, лишь только женщины есть жизнь. Вот она написала, думаю, хорошо, но как-то не закончена. Высоко же забрала все шутки. И тут я вспомнил вот этот случай. И эту ведущую, которая сказала, что рядом с дамой в таком туалете, любой мужчина может чувствовать себя полном. И написал. Перечитаю бредни эти. Поставлю точку без вранья. Все это может быть на свете. Коя рядом с женщиной, я. Вот. Академия. Академия.